Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурий и вам здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Осторожно, АЧС! На краевом селекторном освещении обсудили меры борьбы с африканской чумой свиней. Самые красивые работницы молочного производства. В Краснодаре прошел бал доярок, в котором приняла участие и Анапчанка. Готов к труду и обороне. Воспитанники спортшколы Анапы сдали нормы ГТО. В администрации города прошли публичные слушания о бюджете муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. И об утверждении индикативного плана социально-экономического развития на этот же период. В слушаниях приняли участие 87 человек. Это члены оргкомитета, депутаты совета, руководители структурных подразделений, представители ТОСов, молодежного совета при главе, а также жители города. Начальник финансового управления Игорь Белошистый отметил, что в текущей экономической ситуации особое место отводится устойчивости бюджета. Бюджет на 2017 год планируется с объемом доходов в сумме 3,958,3 млн. рублей. Объем расходов в такой же сумме. Бюджет планового периода планируется с объемом доходов в 2018 году в сумме 3,845,5 млн. рублей. В 2019 году 3,894,1 млн. рублей. С объемом расходов в 2018 году 3,845,5 млн. рублей. В 2019 году в сумме 3,889 млн. без дефицита и с профицитом в 2018 году в сумме 5 млн. рублей. Бюджет на ближайшие три года сохранит свою социальную ориентированность. На соцблок и культуру в 2017 году направят 74%. В 2018 – 76%, а в 2019 – почти 75%. Также бюджет предусматривает и развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, комплексное развитие города в сфере строительства и архитектуры и многие другие социальные проекты. Что касается проекта индикативного плана, то в 2017 году по сравнению с 2016 планируется увеличение оборота базовых отраслей экономики и прирост показателей производства отдельных видов сельхозпродукции. Также положительная динамика показателей развития социальной сферы. Заключения о результатах публичных слушаний будут опубликованы в газете «Анапское Черноморье» 10 декабря 2016 года. Ветеринарные службы Краснодарского края находятся в режиме повышенной готовности. В селекторном совещании краевого штаба по проблеме африканской чумы свиней приняли участие специалисты муниципального образования «Город-курорт Анапа». В крае уже в 11 муниципальных образованиях выявлены очаги или инфицированные объекты подлежат уничтожению 83 тысячи свиней. Выявлено стихийное захоронение павших животных в Тихорецком, Темрюкском районах. Если ситуация будет продолжаться, накаляться по африканской чуме, то край могут закрыть на карантин. И это, представляете, к чему может это привести? Это ограничен вывоз продукции из края, зерна, риса и так далее. То есть это просто неимоверный будет экономический ущерб. В связи с повышенной готовностью всех служб при граничных районах установлены карантинные посты. Охотники обследуют дикую природу. Идет мониторинг владельцев личных подсобных хозяйств. Свиней держать можно, но чтобы это было в строгом соблюдении литеранных правил. Чтобы корма обязательно пропаривались, проваривались. То есть это вирус. И он может быть занят. Внимание необходимо уделить детскому столу. Ни в коем случае не должен омрачиться праздник у ребенка. Если муниципалитет у нас закупает централизованно на базе, то я знаю, что дома, культуры, различные другие организации, родительские комитеты приобретают подарки сами. Это хорошее дело, но тем не менее, пожалуйста, будьте внимательны, чтобы там, где вы приобретаете, магазин был известен, торговый представитель был известен, чтобы имелись документы на все эти конфеты, проверьте все сроки годности, проверьте органолептически все эти конфеты самостоятельно, овощи или фрукты вы, вернее, кладете мандарины, тоже смотрите, чтобы они не испортились. В крае подвели итоги конкурса «Самая красивая доярка Кубани», организованного газетой «Кубанские новости». В нем приняла участие и Анапчанка. Олеся Курус в профессии уже 8 лет. Трудится в сельхозпредприятии России в селе Джигинка. Говорит, что поездка на бал доярок, кроме всего прочего, еще и повод немного отдохнуть. Мне понравилось. Мы редко выходим куда. В основном работа, 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 развлечений не хватает. Поэтому очень спасибо, конечно, за такое мероприятие, за то, что мы в люди вышли. Всего в необычном конкурсе красоты приняли участие 69 доярок от 23 до 77 лет. По результатам народного голосования победительницей конкурса стала Валентина Стадникова из Белоглинского района. Но без приза не осталась ни одна участница. Комплекс ГТО становится популярным. Все больше желающих хотят проверить свои силы и приобщиться к здоровому образу жизни. В Краснодарском крае зарегистрировано свыше 56 тысяч человек, желающих выполнить нормативы ГТО. Сегодня на базе спортивной школы номер 10 свое превосходство доказывали юные анапские спортсмены. Быстрее, выше, сильнее. Именно под таким девизом прошла проверка физической подготовки школьников. Организатором мероприятия выступил Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по городу Анапа. В мероприятие приняли участие 86 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 15 лет. Все они – воспитанники спортивных школ города-курорта. Проверка физической подготовки проходит по четырем возрастным ступеням. Прыжки в длину, подтягивания, метание мяча. Во всех дисциплинах ребята стараются показать наилучший результат. Арина Васина в спорте с пяти лет. Ранее занималась плаванием, но из-за травмы перешла в волейбол. Девочка пошла по стопам старшей сестры, которая сдала нормы ГТО и заработала золотой нагрудный знак. Мне нужен золотой значок ГТО, чтобы я в будущем поступила в финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Я уверена, что я получу золотой значок за прыжки в длину. Я в классе лучше всех прыгаю, у меня даже один раз прыгнуло 192. Впрочем, результаты этих тестов пока на карьере молодых спортсменов не скажутся. Это лишь показатель физподготовки и общей выносливости юных спортсменов. В некотором роде своеобразный промежуточный экзамен. А вот через пару лет участникам следует задуматься над своими результатами, ведь золотой значок ГТО дает серьезные преимущества при поступлении в ВУЗы. Это льготы при поступлении в ВУЗ. Это самое главное. Значит, обладатели золотого значка получают до 10 баллов в сумме ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. В ближайших планах организаторов – тестирование студентов среднеспециальных и высших учебных заведений. Но самое интересное еще впереди. В январе 2017 года вступает в силу третий этап внедрения комплекса ГТО. Тестирование будет проводиться среди всего населения Анапы. О возможности принять участие в этом глобальном проекте будет сообщено дополнительно. Экстренное предупреждение от Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 8 и 9 октября местами в крае ожидается усиление западного юго-западного ветра до 25 метров в секунду и сильное волнение моря. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает соблюдать меры личной безопасности. Будьте осторожны на дорогах. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты. Рассрочка оплаты.